Здесь, знаете, как светофор. Давайте следующие вопросы читать. Давайте. Анна пишет. Здравствуйте, Урсула. Видела вас на прошлой неделе в ресторане. Вы выглядели очень шикарно сексуально. Наверное, того, что рядом с вами находился очень интересный и красивый человек. Ваши взгляды друг на друга о многом говорили. Что вас связывает? Работа, творчество или что такое? Недавно? Написано, да. На прошлой неделе видели вас в ресторане. Ну, как бы, что связывает, да все связывает. Как бы, да все связывает. Понимаете, и работа, и как бы таком. Ну, я, а, я догадываюсь. Потому что у меня в ресторане на той неделе было очень много встреч каких-то. Понимаете, я не могу понять какие-то взгляды. Вот, как бы, много связывает. Сердце Урсуло уже не свободно. Давайте, давайте задать все вопросы. Давайте дальше. Надежда спрашивает, существует ли Урсуло вне страны? И как не относятся родные и друзья? Помогают ли, а, понимают ли вас близкие и любимые люди? Конечно. Нет, существуют, конечно же, и понимают, и, как бы, помогают, ну, что, помогают мне, что там, понимают. Ну, так, друзья. Все прекрасно понимают, слушайте. Но, господи, те люди, которые со мной очень на долгое протяжение, скажу, моей жизни, то... Они меня знают очень хорошо. Знаете, очень хорошо знают и чувствуют, как бы, и так далее. Абсолютно, я даже над этим вообще не задумываюсь. Все очень прекрасно. Вообще. Давайте дальше, потому что мы потом... Мы суммошим. Мы суммошим, да? Я же просто спешу вашу правду, мы вдруг не успеем, знаете? Ну, что надо еще о чем-то писать? А, ну, точно, точно, давайте, да. А, кстати, у нас вот недавно была Джамала, и ей тоже предлагали работу какие-то известные музыкальные продюсеры в Америке, но она отказалась, потому что там был очень жесткий контракт. Шаг-лево, шаг-право расстрелы, и ей разрешали только дышать воздухом, по сути. У вас там была связь? Нет, не жесткий абсолютно, я могу гастролировать и так далее. У меня пока только контракт такой, как бы, то есть, ну, на работу именно одного проекта. То есть, нет такого, что там не дышать, не ходить, ничего, нет. Я могу гастролировать, могу эти произведения петь, так как они мои, вот, и так далее, исполнять их где угодно, вот, то есть, вот такое. А касательно изменения внешности, нет там каких-то... Нет, абсолютно. Они, как бы, абсолютно. Они говорят, как бы, вы можете меняться и так далее. Вот, как вам угодно. А вы, кстати, следили за отбором Евровидения? Нет, честно, нет. Ну, как бы, знаете, так, чуть-чуть, как бы, этот, а так, нет, честно, даже не знаю. Жамала, да? Да, ну, да. Она так и знала, потому что, как бы, потому что, ну, было понятно, как это так, видно было, что она, потому что там, как бы, ну, молодец, как бы, дай бог успеха, вот, как бы, можно очень достойно представить, представить страну. Понимаете? Но у вас не было желания как-то принять участие? Нет, вы знаете, абсолютно нет. Я вам честно говорю, нет, и, как бы, не за того, что там, ой, там, все, тем более, как бы, ТСТБ делала, вот, как бы, нет, потому что, знаете, как бы, конкурсы, может быть, потом, попозже, знаете, это нужно подготовиться. Сейчас, вот, для меня там, вот, как это, дергаться, это нужно подготовить песню, это нужно как-то тоже. То есть, такое, как-то у меня сейчас, на вот эти, вот, какие-то, скажем, конкурсные дела, как-то, вообще, нет настроения. Мне больше всего сейчас хочется творить, петь, ездить, видеть мир, вот, и все. Песни пишете, пишете здесь сейчас? Да, конечно, как же, что, ну, говорю вначале, что, как бы, Лас-Вегаса пишем, и, как бы, и так далее. Конечно, пишу, пишу, как бы, музыку, там, тексты мне присылают, конечно, ну, там, где-то, подправляют, там, скажем, ну, саму тему, да, они там уже пишут. Ну, кто для вас является источником вдохновения? Ну, как, моя жизнь, моя жизнь, понимаете, вот, вот, те песни, которые были тогда, как бы, вот, задают вопросы, это Артём, Артём, как бы, Артём, а вот, вот, тогда, я их уже сегодня не спою. И почему я не могу уже, как бы, не то, что не спою, почему я, я, как бы, меня, ну, как, скажем, и практически новый репертуар рождается, потому что то было тогда, понимаете, то были те переживания, то было то. Сейчас у меня новое, как бы, какие-то новые переживания, какое-то новое видение, я об этом говорю, потому что на сцене, как бы, знаете, ну, я всегда, как бы, стараюсь, как бы, говорить искренне. и на сцене я пишу те песни и говорю о том, что меня волнует. Я никогда не пишу пустоту. Я даже всегда в зале не стесняюсь сказать, когда что-то, ну, там, знаете, между песнями. Если у меня нет слов каких-то, знаете, вот как бы, ну, как-то не чувствуется, не приходит. Я лучше скажу, я даже не знаю, может, что сказать, лучше спою. Я этого не стесняюсь. Это естественно, зато и как бы это нормально. Вот, то есть такое. Ты искренне, я все напоминаю, знаете, как Анастасия Волочков, когда дает, как бы, интервью, знаете, на себя. Я так искренне, и я и ко мне подошла добрая женщина. Я говорю, добрая женщина, сидите-то вы на... Видите, как она, да? Это добрая женщина. Говорит, хорошо. Знаете, точно так. Знаете, ну, так оно и есть, что не стесняйтесь. Давайте дальше. Кстати, вот недавно вышел первый украинский мюзикум, интернам-да-тари, там наши артисты выступали. Вам не предлагали ролик? Ну, нет, как бы, не предлагали. Хотелось бы именно в украинском продукте получаться? Или у нас еще все-таки не тот уровень? Вы знаете, ну, конечно, не тот уровень. Я вам хочу сказать, что даже в Лас-Вегасе какой-то клуб, обычный клуб, клуб, имеет оборудование практически по сцене, там, по звуку, по свету, по всему, что у нас не все телепроекты такое могут ставиться, понимаете? Так это клуб какой-то. Потому что там просто поешь, обалдешь от звука. А вот. А у нас иногда приходишь, как бы, на какую-то программу, где вокально, какое-то все, и там могут мониторы так трещать иногда. Ну, не всегда это преувеличило, конечно. Ну, бывает, знаете, там, конечно. Ну, я не говорю, что это, как бы, плохо или хорошо, это прекрасно, как бы. Ну, не знаю, как бы. Знаете, в Украине, наверное, я сделаю свой продукт. Ну, скорее всего, сделать то, что там покажу, потом здесь. Ну, это нужно, конечно, большие финансы, чтобы это показать. Так что, вот так. А, ну, что-то, что-то, что-то не пусто. Пока читать мне. Давай, я с тобой. Давайте. Ну, нужно писать. Я походу вас не знаю. Ну, так, давайте. Андрей пишет. Случались ли ситуации, которые казались тебе безвыходными? И как ты чувствуешь, в твоей жизни складывается сейчас все правильно? Ну, конечно, были. Они есть, они и будут. Любая ситуация воспитывает человека. И делает только сильнее. Есть такие ситуации, что я могу просто лежать и понимать, что безвыходное положение. Ну, просто не то, что даже безвыходное. Ну, вообще не понимаешь, как это все решить. Ну, вы знаете, но как-то находится, как бы решается, как-то так. То есть, наверное, безвыходных ситуаций в своей жизни не существует. И то, что сейчас у меня складывается, да, как бы складывается, что все хорошо. Потому что с моими переменами, и, господи, и совсем, как бы, и, как бы, скажем, Лас-Вегас, это, конечно, это счастье, это удача. То есть, такое, как бы, конечно. Я считаю, что все очень хорошо складывается. Вот. И там очень сильно радуюсь. А у вас есть свой способ борьбы с депрессией? Ну, ну, как. Да я, как бы, какое-то время, конечно, переживаю внутри. Вот. А потом, конечно, выхожу. Выхожу, и об этом могу петь потом. Петь, говорить этим я, как бы, скажем, когда это проговариваю, на сцене даже в песне, я что знаю, о чем эта песня, когда она писалась. То мне легчает, конечно, у камеры борьба. К людям иду. Понимаете? То есть, такое. Вот так. Такая, скорее всего, борьба. Понимаете? Вот так вот. Или, или там, или ухожу в работу, пишу что-то. Или работаю, или что-то начинаю, как бы, подключать сразу, что-то творить. То есть, такая борьба. То есть, нельзя уходить сильно в себя. Как бы, конечно, я два дня себе говорю, что два дня у меня депрессия. Все терпите. Вы понимаете? Потому что, как бы, я могу очень резко себя вести в это время. Но, как бы, потом я стараюсь, как бы, выходить. Знаете, выходить, нужно говорить, про ход это надо. Вообще, лучше в нее не входить. Знаете, жизнь настолько коротка, что, еще, посчитать эти дни, когда ты ухожу в депрессию, или что-то еще, или о чем-то там жалеешь, о боже, а если так, а если так, то, поверьте, придет время, когда вы будете очень сильно об этом жалеть. А у вас больше, теми момента, когда хотелось забросить музыку. В период депрессии, таких тяжелых, тяжелых периодов в вашем жизни. Ну, музыка, это единственное, наверное, у меня, это единственное, наверное, место, сцены, музыка, где я, может быть, себя, как бы, и реализую, и вы знаете, как вам сказать, чтобы вы поняли меня. Понимаете, зритель, сцена, как бы, на нее не зря выходит артист, настоящий артист, вот, которые идут, идут именно. А это, это чтобы, знаете, понять, может быть, себя, потому что, благодаря вам, вот, зрителям, вы мне очень много помогаете, то есть, понять, принять, вот, и так далее, потому что, знаете, есть какие-то комплексы, где ты себя стесняешься, знаете, ну, все бывает в жизни, как бы, да, сцена, она распрепощает, именно благодаря вам, вы мне распрепощаете, вы мне позволяете делать то, или другое, вот, и поэтому, как бы, вот так вот. Ну, вопрос к тем, Андрей пишет, ты делишься со своими проблемами, с близкими, или предпочитаешь пережить в одиночестве? Вы знаете, по сути, где-то я, как бы, как закрытый человек, да, я сначала ухожу в себя, то есть, меня, конечно, нужно вытаскивать, как бы, что случилось, что случилось, знаете, это правда, есть такое, как бы, да, я очень долго могу таить, какой-то очень, ну, в себе, но потом все равно я об этом скажу, все равно скажу, то есть, ну, первое время, да, я закрываюсь, как бы, да, где-то вот так, знаете, не нужно переварить в себе, как бы, вот, Как-то вот так, потому что моя жизнь, она как-то немножко закрыта, вот, и я не могу так вот всё идти там кому-то сказать, что меня беспокоит, понимаете, беспокоит очень много, вот, то есть, ну, то есть, получается, что да, первое время я переживаю в себе. Карина спрашивает, приходилось ли тебе в жизни сильно ревновать, ну, или ревновали тебя? Ну, ревновали меня когда-то было, а приходилось мне ревновать, да, у меня есть ревность, это правда, ну, как бы такое есть, как-то не знаю, но у меня просто, знаете, есть чувство власти такое, потому что, знаете, как бы, не знаю, в связи, может быть, какой-то жизнью, всё, у меня есть такое чувство какой-то власти, ну, есть оно, понимаете, я могу, знаете, тем более, знаете, артисты все, актрисы, артисты все, они, знаете, они как бы любят внимание к себе, это понятно. Вы знаете, есть как бы золотая женщина, Алюмина Марковна Гурченко, она говорила, что она даже своих композиторов ревновала, когда они кому-то писали какие-то песни или писали стихи, она ревновала. И вы знаете, это нормально, потому что, ну, актриса, понимаете, настоящая, как бы, ей хочется, чтобы ей было внимательно. Вот сейчас мне хочется ваше внимание, понимаете? Сейчас придет другая звезда, мне будет ревновать вас, что-то вы, как бы, ей большие вопросы задаете. Понимаете, это как бы, это нормально. А, как бы, в личных отношениях в жизни, конечно, тоже, как бы, ревноваю. Ну, стараюсь здраво, конечно, здраво. Потом понимаю, что где-то, как бы, неправильно, вот такое может быть. Часто вам приходилось стараюсь какие-то скандалы, истерики? Ну, не скандалы, но, нет, истерические сцены, это вообще не мое, там, ай, ну, Паша! Нет, конечно. Но я вот это вот переживаю в себе, потом начинаю задавать вопросы, знаете, там еще, что-то, сковырять. Вот это во мне есть, знаете, потому что я в себе очень ковыряюсь во всех планах, знаете, и так я могу к человеку требования выставлять. Это не очень хорошо, наверное, но так уж, как бы, есть. А у вас были какие-то поклонники, которые там устраивали вам стены, беременности? Было когда-то, было, конечно, было, устраивали, как бы, ездили, ой, хватало. Было. Ну, какой-то историй, может быть. Ну, было, ну, было такое вообще, был один человек, там, поклонник, который, как бы, очень сильно, ну, просто, он просто был очень состоятельный человек, как бы, и считал, что ему позволено очень многое. И, как бы, ему было право позволено очень многое, поверьте. И он мог там и говорить, что меня куда-то не брали, какие-то, там, программы, потому что, как бы, он, ну, заглядил эту программу. У него на этом были, как бы, все, ну, возможности. Или что-то еще. Было такое. Было. Вот. Да, ну, нет, но оно проходит, слушайте, ну, я же умею говорить, поверьте, я очень хороший психолог, я умею говорить, приубеждать человека, как-то, ну, конечно, человек не сразу идет на контакт, как бы, ну, то есть, такое, вот, ну, потом, как-то понимает, ну, подожди, это же тоже не всегда вечно может продолжаться. То есть, находится что-то другое. Это все, в принципе, все очень хорошо. А во время концерта были какие-то ситуации, там, связанные с поклонниками, возможно, там. Что-то, ну, какие-то выходки, какие-то. Неадекватные такие. Так, ну, был один раз в Харькове, в этом дыре мужик вот так бежал на меня. А я думаю, нет, ну, я вот выхожу в зал, а там, я там, это просто осень, песня. А он вот так летит, вот так вот, руки, он огромный, понимаете, два метра роста, он такой, ну, лет 35, я так вот. Я думаю, вот так у меня глаза, он сверху, я внизу, думаю, сейчас что-то будет, сейчас, как бы, как и собьет меня, прижмет, как бы, как сцене там, знаете. Вот, как бы, ну, такой, ну, нет, он сверху, как бы, подарил Соломону. Представьте, сегодня, вы представляете, какой синяк у меня, я сегодня так спешу, думаю, быстрее, что подкрасится, и все, на ступеньках, как жаба расползлась. Представляете, я всегда, у меня то ноги, то запутаются, то еще что-то такое. Ну, ну, давайте, дальше, это я так. Я еще хотела про корпоративы спросить, наверняка они были, да, в вашей жизни, есть ли какой-то, который запомнился, больше всего, самый необычный, может быть, для одного человека вы там пили? Ой, слушайте, ну, у меня, конечно, был корпоратив самый необычный, я не могу об этом говорить просто. Ну, мы же не просто называть фамилию, а просто саму ситуацию, можно описать? Ну, как бы, ну, а что он был, как бы, необычный, скажем, не то, что это было необычным, оно просто было очень крутой корпоратив, мне показалось, что это снимает X-Factor, понимаете, там, как бы, это было в этом, как он называется, ну, внизу, там, знаете, стадион, Олимпийский, да, у нас, это было в Олимпийском, вот, это была свадьба, а, как бы, очень... А в ресторане там, да, в Олимпийском? Ну, в Олимпийском, там, не в ресторане, там, как бы, огромный этот зал с колоннами, вот, и там просто была такая сцена, экраны, раздвижные, все, понимаете? понимаете, там подъемы, все, камеры, там мы там были специально наняты, это свадьба была, как бы, ну, об этом, конечно, как бы говорили, очень многие писали и все такое, но мне, как бы, уподобилось там выступать. Было очень приятно, как бы, вот. Вот такое, что самое интересное, знаете, что корпоративы, кстати, очень хороший вопрос, вы знаете, вот как мне не было там слина создавать этот образ и так далее, покупали все равно Адажу и покупали все равно, понимаете, вот это, абсолютно. Никогда. Вот тоже не то, что люди это все, понимаете, там, ну, второе место, это ввелено голосование, как-никак, и они, это им интересовало, даже так как, ну, то есть, покупали то, но почему-то так. Ну, это очень хорошо. А Люда пишет, что тебе может поднять настроение? Ну, как, что мне может поднять настроение? Как-то хороший день, ну, не знаю, как-то если... Хорошая любовь? А? Хорошая любовь? Ну, конечно, хорошие люди рядом, как бы, то есть, ну, там, не знаю, куда-то поехать, куда-то выехать, кто может мне поднять настроение? То есть такое. По концу ты говорили, как ты работал сейчас? Да, сейчас, как бы, как бы, да. Компортивно. 5 марта, ну, сейчас я, как бы, мне нужен телефончик, там, сейчас я возьму, вот, сумки, потому что я просто забываю, как бы, не достань мне вопрос с телефона, я просто забываю, как бы, типа, адрес, я сейчас даже скажу адрес, ну, а там, может, а еще вопрос-то, давайте, когда? А чего? Хорошо, правильно. Алена пишет, «Хотелось бы услышать, что необходимо артисту помимо таланта, чтобы полностью реализовать свой потенциал? И пытаешься ли ты их противостоять массовой культуре?» Ну, как бы, что нужно артисту, да ничего, просто талант иметь, и, как бы, и идти, каким-то своим путем, не уходить с него, наверное. Да, вы знаете, наверное, просто петь. Вы знаете, вот, некоторые там, тоже задавали вопрос, кстати, после концерта, потому что, когда какие-то там молодые, начинающие, они говорят, вот, как мне, вот, как мне, как мне стать звездой? Ну, во-первых, как бы, сразу забудете, что стать звездой, потому что этого не существует, это все такое, как бы, придумано. Как бы, знаете, просто нужно петь, писать, петь, творить, а если у вас будет хорошая музыка и, скажем, ваше творчество, вы будете услышаны. Сначала будет мало услышанно, а потом больше, больше, больше и больше. Потому что, как бы, чего-то добиться нужно на протяжении жизни. Ну, как бы, я уже тех артистов, которые, знаете, которые добивались, как бы, годами, которые писать и годам, конечно, к чему-то приходят, с одной стороны, обидно, потому что молодость ушла, и, как бы, а тут, наоборот, признание, и выступаешь, как бы, там нога болит, там спина, знаете, сейчас мне тоже стреляют, бывает. Знаете, как бы, и, и, как бы, а, знаете, а приглашают, знаете, уже надо петь, и типа надо гонориться, вот, как, знаете, там, азбалета поставят молодых, как бы, ты стоишь, думаешь, о, боже, тебе уже, и ты думаешь, ах, ну, понимаете, то есть такое. Вот. Ну, я уважаю тебе больше артистов, потому что они проходят какой-то путь, знаете, вот именно какая-то борьба, какие-то перемены. Во-первых, этим людям есть о чём говорить, этим людям есть о чём петь, понимаете, и вообще, как бы, знаете, они выходят на сцену, как бы, им есть о чём поговорить со зрителем. А, как бы, когда это всё очень быстро происходит, ну, как бы, ну, оно быстро, во-первых, и заканчивается, как правило, ну, и тем не менее, как бы, ну, ничего такого, то есть, как бы, этому человеку, мне кажется, и сказать нечего, не такой общий клиент. Ну, а молодому, начинающему артисту на музыке первоначально на хлебушек не заработаешь, скажем так, да? Ну, почему, почему, слушайте, ну, конечно, заработаешь, как бы, ну, то есть, почему, если какая-то хорошая музыка, интересно, он, как бы, группы, да, которые начинают, они там вообще с таких маленьких клубчиков, вот таких вот клубчиков, понимаете, там у них было 30 человек, потом 40, потом фан-группа там разрастается, потом тут, потом другие, потом остаются популярные, потом их где-то песню взяли, понимаете, это же ещё, конечно, и труд, и удача приходит, да? То есть, ты трудишься, ты что-то пишешь, там услышали твою песню, пригласили туда, там услышали твою песню, взяли на радио, там что-то ещё, взяли ещё что-то сделали, и, как бы, и это, ну, то есть, и так, как бы, ну, постепенно, это какой-то определённый путь, там тебе говорят, что там, можете там сделать что-то ещё другое, там, знакомьтесь с какими-то продюсерами, увидите там, они вам что-то советуют, ну, так всё реализуется. Ну, я как-то забыла, до талантов, чем вы занимались? Ой, в клубах у меня, в клубах музыка, конечно. Да, или, может, вы как-то иногда и подрабатывали совершенно другую специальность? Нет, как бы нет, у меня были, как бы, клубы, то есть, у меня ещё была учёба, вот, то есть, учёба, да, как бы, конечно, как бы учёба, клубы, всё такое, вот так вот оно, то есть, как бы, всё как-то развивалось, всё как бы, ну, то есть, как-то так. И там же в клубах уже усло? Да, конечно, конечно, да, до этого уже, конечно, уже полтора года это было, до талантов ещё, и, как бы, ну, то есть, это было очень, скажем, ну, очень хорошо, вот, вот так вот, угу, дальше. Чего? Да, 5 марта, это будет 12.00, я читаю, извините, потому что мне, как бы, мне только его прислали, клуб Heaven, это Бориса Гринченко 7, ну, вы найдёте там, в интернете, там есть, как бы, сайт, Бориса Гринченко 7, что? А, вот, как бы, вот, короче, ну, всех жду, в 19.00, 5 марта, вот, это будет такое, скажем, вообще, знаете, как этот концерт произошёл, я вам сейчас быстренько скажу, знаете, я просто, знаете, какая-то такая вот, ну, жизнь на перемен, вот эта вот, какая-то такая погода, и вообще, я люблю весну, уже хочу тепла, честно, мне захотелось просто сделать, презентовать, как бы, ну, скажем, поговорить со зрителем, там очень много будет, как бы, открытых разговоров, вот, с вами, это, это правда, вот, и, как бы, и плюс ко всему, что, там я презентую, как бы, произведения, песни свои новые, вот, а также, мне ещё захотелось, знаете, сделать какое-то что-то весеннее, типа, то встречаем весну, наконец-то приходит весна, тепло, солнышко, вот, романтика, вот, вот такое, как-то захотелось, чтобы сделать такой, как бы, концерт, там я приглашу и друзей, как бы, вот, вот, концертик, вот, так что всех жду, ещё раз повторю, сейчас, подождите, по-моему, мне уже с возрастом улетает, 5 марта, 19.00, клуб Heaven, Бориса Гринченко, 7, вот, так что, это звёздные гости будут, кроме вас? Не знаю, вы знаете, я ещё, кстати, нужно всем обзвонить, там, Павлику позвоню, если они тут, в Киви, они обязательно приедут, ну, Саша Павлик, мы общаемся, он приезжает туда вместе, так что, так что, как бы, вот так, а с участниками шёл вообще, украина можно было, ну, первую сезону? Да, ну, что, ну, как бы, ну, да нет, не общаемся уже, прошло очень, как-то, так много лет, сначала общались, ну, а вы уж не помните, танцовала восточный танец, ну, иногда можем общаться, ну, потому что мы общались, как бы, там, мы можем, так, как-то общаться, вот, так что, вот так вот, а так вот, с членами жюри, там, с Игорем, ну, слушайте, ну, конечно, когда пересекаемся, конечно, вот, ну, как я могу, далеко не общаться, когда он, как бы, славу такую сделает, понимаете, понимаете, ну, я веду славу в том, что он был против, меня не просто, как бы, а извините меня, после этого, как бы, у меня, как бы, все журналы, газеты, просто по этому поводу только и таскали, ну, знаете, то есть, с одной стороны, спасибо ему огромное, да и вообще, вот, ну, как Славу Фролову, когда вижу, всегда, всегда любила, вот, она же назвала бриллиантами, до сих пор таки называют, когда видят, вот, то есть, такое, вот. У меня вопрос насчет украшений, я вот заметила колечко на пальце, как-то так многообещающе выглядит, правая рука, безымянный палец, да ну прекращайте, ну вы, главное не так нравится, вы тогда сидите там, знаете, и так все сечете, ну, конечно, знаете, нет, не многообещающе, но как, поверьте мне, мои дорогие, что если будет свадьба, я вам обязательно об этом скажу, и ее очень сильно отгуляю, знаете, то есть в каком смысле, ну там, свадьба вот такая, надо устроить концерт, потому что всем захочется побыть, выстроить только, знаете, свадебный концерт, знаете, как бы, потому что до жизни я могу позволить себе все, правильно, вот, так что вот такое, как бы, нет, ну это немного обещающе, просто как колечко, это подарки, да, и вы сами, подарки, представляете, как вам все, да, сдайте предложение, мне нужно еще думать и долго думать, понимаете, ну-ну, давайте дальше, давайте такой вопрос, Любовь пишет, прислушиваешься ли ты к знакам, не веришься, не вообще к знакам, ну да, есть, нет, как бы, конечно, прислушиваюсь, потому что в жизни все, ну как, не то, что прямо это, а, это знак, слушайте, точно, смотрите, упала газета, а, наверное, точно, нет, конечно же, знаете, потому что я сойду с ума, так, и буду тут сидеть вот так, просто, понимаете, так нет, но, как бы, конечно, там, я прекрасно понимаю, когда меня там встречают, какого-то человека в своей жизни, я знаю, для чего-то он дан, как бы, потом, там, что-то происходит в жизни, что-то ты теряешь, что-то, как бы, приходит, то есть, как бы, это, ну, как бы, жизнь я прекрасно понимаю, за что-то мы платим в этой жизни, понимаете, вот, то есть, как бы, то есть, вот так вот, конечно, я верю, верю, ну, были какие-то, такие, мистические проявления в вашей жизни? Конечно, были, вот, знаете, то есть, да, были, 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 не то, что мистические, знаете, то есть, Что-то терялось, что-то находилось, скажем так. Понимаете, терялось очень большие финансы, безумно большие финансы. Понимаете, но что-то приобреталось лучшее. Потому что финансы их уже заработать, это не такая большая проблема. А то, что давалось, наверное, дороже стоит. А у вас есть какой-то талисман, который вы с собой берёте на выступление, который вам помогает, возможно, партнер? Ну, талисман... Я не скажу, что есть талисман. Так просто, как-то крестик нам не есть. Ну, как-то вот так вот, понимаете, то есть, ну, не знаю, что то есть там. Давайте же с тобой нашу какие-то там, типа эти там... Нет, конечно, знаете, вот такого нет. Было забавно. А, было забавно. Представляете, стоят люди, которые работают в этом зале. Понимаете, они, Боже, ну вот это, знаете, я как гадалка настоящая. Знаете? Нет, такого нету, как бы, я готовлюсь к выступлению, я всегда в этом говорю, в тишине. Меня нужно не трогать. Потому что мне нужно собрать энергию, энергетику, себя, привести ум. Всё, чтобы только голова, вот как-то оно так проходило. Очень много времени, знаете. А ещё вопрос будет вообще ни о чём. Так, вы знаете, вот, что, как бы, что, то есть, такое, как бы, я готовлю себя в тишине. В гримёрке в тишине, то есть, такое. У меня только гримёр присутствует, как бы, да, который там Юля красит. Вот, как бы, и всё. Я в тишине, больше 40 сижу, думаю, настраиваюсь, то есть, такое, пропиваю, что-то, то есть, вот так. Такой вопрос интересный. А вы экстрасенсам ходили куда-нибудь? Мол, куда-то тогда дали? Ну, у меня, как бы, не экстрасенсы, у меня есть знакомые, что биоэнергетики. Вот, как бы, то есть, такие, как бы, то есть, это просто мои знакомые. Я могу, как бы, одна знакомая, у меня, как бы, знаете, там, на карту бывает, что-то бросает. Но я не скажу, что я во всё верю, что я прошу. Ну, знаете, вот сидели, просто приехал человек в гости. Она, вот, я же с тебя брошу, пух, и ля-ля-ля, как бы, это всё такое. Я больше всего смеюсь, даже, понимаете. Вы знаете, сбывается, потому что... А не, бывает, и сбывалось, кстати. Вот. Жди перемена, так говорит мне. А я говорю, да ты что, не может и быть, раз в год, и случилась перемена в этой жизни. Вот, вот так вот. Это не серьёзно, да, к этому относится? Вот сейчас с юмором, да? Ну, как бы, не то, что, ну, знаете, просто я верю в то, что судьбу можно менять. Понимаете, я верю в то, что всё отменяет свою судьбу. Понимаете, вообще, как бы, желаю всем, знаете, как бы, как есть некоторые, знаете, вот, есть знакомые... Сейчас я хочу сказать, что у людей как-то лишней жизни много сейчас проблем случилось. Тоже с Кризисом, с Анатолией все стали как-то друг друга не понимать и не слышать. Много просто моих знакомых, правда, не звонят и жалуются. Знаете, вот, прямо, как бы, тот ушёл, тот сказал, тот, там, что, или там, она сказал. И, как бы, я думаю, что это люди просто пристают друг друга слышать. И, как бы, или ещё что-то. А есть, знаете, просто живут, вот, как бы, живут, непонятно, что есть живут вообще-то. И друг друга практически так вот, как бы. Я всегда говорю, что, знаете, всегда нужно что-то менять. Ну, и так нельзя существовать. Это не жизнь, а это существование. Понимаете, вот такое. Так что я желаю всем как-то менять свою судьбу. Не в карты ходить, гадать, бежать, ага, он, наверное, тупо иду, погадаю. Вот, а просто именно, как бы, именно своими руками, своими мыслями, как бы, своей силой какой-то внутренней, просто менять эту судьбу. Менять ее. И жить так, как хотите вы. Вот, как я хочу, кто-нибудь друг. Хорошо, спасибо за ответ. Это завершающее слово для читателей КПЛК. Ну, хорошо, а что могу сказать завершающее? Хочу сказать всем огромное спасибо, вот, за то, что, как бы, за ваши вопросы, как бы, спасибо за то, что вы у меня есть. Вот, как бы, я всех жду, вот, 5 марта, вот, скоро появятся там афиши в интернете, вот, как бы, то есть, там мы с вами поговорим, вот, будет очень много еще сюрпризов, конечно же, поверьте. Спасибо за то, что вы меня так поддерживаете, потому что для меня это очень важно. Жду вас на своих концерках, следите за рекламой, скажем. Спасибо вам, кстати, огромное, потому что мне всегда очень приятно к вам приезжать, потому что, не знаю, танцорскую правду я очень люблю, правда. Ну, вот, знаете, тут мне листочки, люди показывают, мне сказали, что что-то не очень хорошее. Всем вам я хочу, знаете, что пожелать самое главное? Берегите себя, цените свою жизнь, не обращайте внимания ни на что в этой жизни. Берегите себя, цените свою жизнь.